Иван о реагентах, которыми вот-вот начнут посыпать улицы. Вопрос, как это скажется на лакокрасочном покрытии кузова? Зима близко, а ведь это самое тяжелое время для автомобиля, и особенно для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, то снег, то лед, то яркое зимнее солнце и, конечно, реагенты. Хотя современные автомобильные краски устойчивы, но и химия на дорогах тоже совершенствуется. Давайте разберемся, нужно ли от нее защищать авто, особенно новое. Какие могут быть рекомендации и распространяется ли гарантия. Для начала выясним, сертифицируются ли поставляемые в Россию автомобили на устойчивость к дорожной химии. При проведении сертификации полнокомплектного транспортного средства исследование взаимодействия автомобилей с химореагентами не проводится. К сожалению, но такова мировая практика. Наверное, потому что в каждой стране зимние дороги обрабатывают разными веществами. Теперь о реагентах. Они должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических и экологических служб. В России в основном используются композиции хлорида кальция с другими хлоридами и формиатом натрия. Смесь, конечно, агрессивная. Непосредственного контакта с таким коктейлем у большинства механических узлов и агрегатов, электрики и электроники практически нет. А вот лакокрасочное покрытие соприкасается напрямую. Из-за этого может появиться матовость, теряется однородность краски, в конце концов утрачивается ухоженный вид. Тогда, может быть, это нам восстановят по гарантии? Гарантийными случаями по лакокрасочному покрытию могут считаться посторонние вкрапления, неправильное нанесение краски, несоответствие цвета. Но повреждения в результате внешних воздействий, к сожалению, не могут покрываться гарантией. Это не является производственным браком. Получается, что по закону перед такими последствиями мы беззащитны. Значит, вопрос решаем самостоятельно. Сегодня в наличии большое количество полиролей на разных основах. Стоят они от нескольких сотен за восковые, их хватает на пару месяцев, до нескольких тысяч рублей за полимерные, силиконовые и комбинированные. Дороже, но более долговечные. Наносить их лучше на кузов как минимум 2-3 раза за зиму. И начинать это делать нужно уже сейчас, до обработки дорог химии. И еще, с наступлением зимы хотя бы раз в неделю посещайте мойку, чтобы смыть реагенты. Тем более, если вы не собираетесь долго пользоваться машиной. Тут, как говорится, береженная вещь два века служит. Времени и денег на такую защиту вы затратите немного. Зато по весне автомобиль будет выглядеть свежим, как будто бы и не было зимы. А далее сладкий октябрь. Был медовый спас, теперь медовая девятина. Как отметили почти забытый праздник пчеловодов, узнаем после рекламы. Я волнуюсь, все ли я делаю правильно для малыша. О первом прикорме ты можешь не волноваться. Ведь однокомпонентные пюры Гербер приготовлены из отборных овощей и фруктов. Мы заботимся о высоком качестве наших продуктов уже более 145 лет. Качество Гербер теперь в новой удобной упаковке. Гербер. Расти здоровым с первых дней. Здравствуйте. В нашу команду нужны продавцы-консультанты. Я знаю, что многие из вас продавали технику через Авито. А вдруг у вас талант? В общем, с приложением Авито вы уже знакомы. Наша вакансия в разделе «Работа». Звоните. Скачайте приложение Авито, чтобы узнать о новых вакансиях прямо сейчас. Только убедившись.